аллен алуда дамир добрый день добрый день а меня зовут донюбленов и в нем центра финансовых инвестиций вы оставляли свои данные касательно дополнительного дохода помните да да оставлял даст практика а давайте изначально разберемся что вы слышали об этой стерео имели опыт когда-либо пробовали до пробовал так чуть-чуть пробовал декорировали вообще покупал покупал акции я понял какие вообще акции инвестировали из такого брокера ну меня в основном были такие экзотические акции по power там были антопогатова рио тинта брокер интерактив брокерс был я понял а почему ушли вас доход не устроил меня все устроило жутко что поменялось моей жизни временно не до инвестиций было а я поняла вы забрали свою инвестиции конечно я с мошенниками не стадуешь я же забрал а это мошенники были правильно нет ну ни в каком смысле можно не забрать не забрать когда они дадут вы не выводить вы за в этом спрашивали ну да 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 компания не 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 я достаю сомнительными компаниями они все забрал я вывел принципе все хорошо с какой-то мы начинали инвестировать но закидывал миллион 300 снял больше а сколько вообще времени ваши средства там находились полтора года я за полтора года вы заработали вообще какой в процентном соотношении ну так процентов 45 до 50 около двух миллионов забрали да да чуть больше не а это компании были какие-то так понимаю пио или это то что вы говорите экзотически первый раз в этот свет компании водородные движки одна делала другая это чилийский чилийская медь это много еще чего было я понял хорошо вы один работали или с вами был специалист один откуда вы знаете какие активы инвестировать вы я так понимаю это долго интересовался на тот момент как раз прорыв был неплохой по водородке от него много чего ждали компания ползвал вверх прям с бешеной скорости но нету не только эти были компании я бы вот инвестиционный портфель был правильно ну скажем так не должен портфель я менял компании какое-то время подержал у них там движение закончилось сбросил за другие я понял посмотрите вообще в принципе то есть сейчас у вас я так понимаю есть время а вы кстати из какую платформу работали вот через платформу этой компании правильно да да не было отдельно не там своя их платформа я понял смотрите вообще в принципе чем занимаемся мы мы также на фондовом рынке у нас есть других активов вы вообще для себя вот что рассматриваете это только акции компании или там возможно даже даже криптовая валюта товарно-сырьевой рынок там где продаются ископаемые ну товарно-сырьевой а вы в каком формате работаете с товарно-сырьевыми что за инструмент смотрите чаще всего это нефть если брать я про инструменты я про инструменты вот как вы набираете позицию по нефти через что смотрите мы работаем через платформу а опять же ну то есть в любом случае это не просто нефть это фьючерс я думаю вы понимаете правильно ну то есть вы через фьючерс берете я понял что конечно да конечно да смотрите да миру то есть зависит от вашего изначально бюджета мы изначально не будем начинать даст какой-то большой суммы в любом случае вы сразу я так понимаю в эту компанию проинвестировали там миллион триста правильно нет 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 я раскидывал у меня вот вот это диверсификация или смена она присутствовала просто я привел пример вот тех компаний которые тогда были то есть я не не вкладывал в то что у всех на слуху было я по смол кэпом шоу но перспективным и так называемая венчурное инвестирование было рисковая но я так совсем непонятно что я не брал но надо он до вас выводят определён не кобычай рынок а это было тогда те те годы когда она все очень плавненько шло теплый давал сколько он там если процентов детстве год давал теплый то хорошо я когда обогнал это я понял ну а вы я так понимаю чем-то занимаетесь помимо инвестиций тайна бизнесом определен ну нет такое да я понял в какой сфере вообще вы специалист на антиквариат свое дело дарьки на антиквариат ну как мой свое дело я понял подделывали не говорят не но могу конец и форт у вас есть какие-то точки да вы занимаетесь тем что в дальнейшем там производите какую-то реализацию этих товаров или же вы там просто подаете я же не знаю но у меня рассчитано на что то есть у меня есть каналы из таких в общем скажем от людей которые не совсем понимают что у них руках и есть каналы сбыта на тех людей которые понимают за что можно давать деньги за что нет ну понятно вы самостоятельно работаете ли у вас есть команда своя не ну кое-кто есть но как бы команда это подразумевает какие-то какое-то хотя бы призрачное равноправие у меня равноправия нет я мозг я понял я понял хорошо а вообще ну таким образом это км эта работа не очень стабильная правильно потому что может быть месяц хороший может быть товар хорошая может быть такое что там не повезло и не получилось продать или не получилось взять на какой-то точке только вообще в среднем получается ежемесячно зарабатывать ну 200 плюс-минус я понял то есть это вы точно сто процентов зарабатываете эти деньги больше нет нет не снижать сто процентов я могу просидеть и получить за месяц полтинник на другой за другой месяц могу поднять больше ляма понятно мы с вами уже определились вы правильно сказали что этот бизнес крайне нестабильны я могу а какие-то вот молодого джемчужину бы внук переносом и она перекроет он все полгода сидения на таком на на минималках я понял смотрите адамир а вот в основном фоне этой нестабильность никаких там у вас кредитов долгов ипотеки я вообще принципиальный противник кредитов если вы к примеру знали то что эти деньги можно направить более выгодное русло какая у нас сейчас ставка в примеру сбербанке по кредитам 30 процентов грубо говоря и даже возможно немножко больше годовых если вы к примеру даже проинвестили вы проинвестировали эти средства и заработали 50 процентов это было бы выгодно правильно вы хотите меня подпрячь чтобы я кредиты взял под инвестирование боже мой а я просто зачем смотрите вы оставили заявку я вам набрал для того чтобы вы стали клиентом нашей компании для того чтобы брать кредит это нужно инвестировать там не маленькие суммы правильно ну логично брать кредит на какую-то маленькую сумму это глупо ну вот действительно если мы с вами говорим вообще о минимуме я думаю у вас эта сумма точно есть сумма 15 тысяч рублей и не нужно будет куда-то кому-то обращаться ребята я с 15 тысячами вообще даже рассматривать ничего не буду так смотрите хорошо а каким образом тогда у нас доверие появится в довериях компании ну и говорите о доверии компания зачем во первых вы немножко не не неправильно как-то вот восприняно мой вопрос у меня резон ковыряться с 15 тысячами что за эти 15000 можно сделать не ходили разочек в средний ресторанчик или как лучше я буду заниматься ради того нет а второй момент я все-таки договорю а второй момент для чего мне как бы доверять компании то есть я всегда вставляю все свои шаги документально так чтобы меня не могли надурить я же уже говорил я понял нет конечно хорошо а по какой документации вы оцениваете вообще нормальная компания или нет то что у вас является гарантией ну что вот вы давайте мы я будем с вами разговаривать вот задавая друг другу вопрос вы знаете кто должна иметь компания которая вообще ведет какую-либо деятельность финансовую на территории российской федерации ну конечно я работаю в финансовой компании во первых это самое важное это лицензия от центробанка необязательная компания должна быть ну смотрите а если вы к примеру работаете на международном рынке да есть директива которая регулирует отношения может вышли они это мефит 2 для этого не требуется никаких лицензий но чаще всего люди у нас привыкли к тому что хотят видеть лицензии правильно ну во первых люди там к и может и хотят видеть лицензии но дело на компанию которая действует ну конечно для чего требует лицензии для того чтобы иметь возможность случае чего иметь какое-то влияние на эту компанию в на их не кидануло на самом деле если компания ходят под регулятором и состоит она прошла аккредитация тоже налоговой инспекции то на нее и таким можно путем найти управу достаточно регулятора российского и определенная аккредитации налоговая по таким данным по таким данным правильно определяете но этого достаточно я могу конечно запросить если я большие суммы буду держать не смысл работать с компаниями иностранными это определенный риск сейчас начнется какой-нибудь балалова если я туда загружать буду большую сумму что мне надо знать а для чего это буду делать ну что мне да вот сотрудничество компания иностранные что такого они мне могут представить то что не может дать отечественные брокер россии я купить акцию лукова такие хоть деку смысл мне завязываться с этими иностранными брокерами в этом плане полностью согласен а